И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы продолжаем обзор устройств из нового ивента цветения сакуры, сегодня я уже нахожусь на своем втором аккаунте, на котором есть устройство с скорпиончиком копье, это устройство, которое на протяжении уже довольно длительного периода времени показывает очень хорошие результаты в матчмейкинге, в балансе с кризисом жестким, оно показывало еще более крутые результаты, сейчас я думаю, что оно все так же может тушить контентика, но этот контентик будет чуточку-чуточку послабее, посмотрим насколько эффективно будет работать это устройство, ну и хотел бы я его сегодня реализовать на какой-нибудь, ну наверное такой комбинации, Крусейдера, Скорпиончик с как раз таки Гиперионом, если вам нравятся видеоролики посвященные игровому формату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться, на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас стройка игры в аккаунте кустой на тему личный такток тимп, дальше оформлять покупку в магазине, ну и заполнять форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами пикаем быстрый бой, выбирать я здесь ничего не буду, просто быстрый боечек и буду пробовать сделать плотную контентовую реализацию, посмотрим что у нас из этого выйдет, получится ли дать какой-то плотный контент, ну либо же устройство не покажет себя супер интересно, запикивает меня еще и на песочницу в режиме Джиггернаута, хороший выбор если честно, будет интересно посмотреть что по Джаггеру будет вообще наносить это устройство, два резиста у нас от Скорпиона есть у противника, напомню что у этого устройства есть возможность сводки с небольшого расстояния, то есть со средней дистанции уже это устройство будет наносить все сводки по оппоненту, то есть вот например с такой зоны я уже буду спокойнейшим образом все снаряды попадать и спокойно давать очень и очень большое количество урона так звук чуть потише сделаю, что у меня там звук какой-то супер большой стоял, так и нас начинают выпушивать, я смотрю оппонентики, немножко неприятно когда такой подпушинг происходит, но я думаю что сейчас мы справимся даже если начало отдадим катке, ничего страшного не произойдет с водочкой залепливаем по противничку, по Джиггернауту вражескому, плюс обычные тычки, у этого устройства наносят очень неплохие цифры, да, то есть 2 600 скрита, по 2 300 можно наносить то есть урон реально максимально приятный и даже против резистов с этим устройством как по мне можно играть, да ну и сводка довольно быстрая в перезарядке, довольно большое количество урона, можно с нее наносить, особенно особенно если это ну например вот как теперешний Джиггернаут, да, то есть теперешний Джиггернаут, он все-таки слабенький и по нему я думаю что накидочка может работать прям максимально максимально круто и эффективно, да, то есть только главное не ловить на таких зонах, где я не смогу наносить урон да, то есть, опа, мне еще и Джиггернауту насыпают, ну я выпушиваю Джаггера, попробую сразу выбить его попробуем сразу Джаггера зареспить, не знаю, юзает он свои оверки не юзает, но Джаггера мы респим ну и сразу последующего Джиггернаута, наверное, можно было бы сыграть, но меня здесь молот разбирает так, 4-1 у нас счет, летим пока что по счету, не сказать что здесь пока что у нас в этом плане хорошая результативность, пробуем давать сводку по Джаггеру залетает у нас сколько получается, по 800, 4 ракетки да, то есть 2 ой, 2 говорю, 3, 200 урончика, да, то есть 3, 200 урончика со сводки это урон как по среднему танку, то есть если бы у меня был бы старый кризис, ну либо же бустер, то 4000 урона я, грубо говоря, бы наносил да, по 4000 урона, в принципе, это выглядит довольно неплохо учитывая тот факт, что перезарядка со сводки у нас довольно-таки быстрая да, то есть с такой быстрой перезарядки я вот, например, с такой позиции могу постоянно по 300 урона наносить оппоненту, да, то есть просто выпекал, хоп, сводочку дал, спрятался, опять накинул сводочку, опять спрятался, да, потому что вот ловю лю, если он бы еще не под стенкой стоял бы, то бам дал сводянку, накидочку вкусненькую, бам, опять спрятался и вот так вот вы просто отыгрываете, ну и плюс еще и стычек хороший урончик здесь имеется, чуть шире взяли накинули поудишечку, бамс добавочку пожить, еще урон еще сводка, сводка, видите, с такого расстояния уже проходит еще добавочка, ну где-то 10 тысяч урона я должен был ему нанести не знаю, что наши тиммейты не пушат, как будто бы если бы наши тиммейты сейчас бы запушили, могло бы получиться очень и очень неплохо потому что у джаггернаута овердрайва нету и все, что нужно было сделать, это просто дать дополнительного пуша ему и попробовать его здесь забрать, плюс у них нету особо лечилок никаких да, почему никто не запушит джаггера о, идеально, даже сам Соло, короче, разобрал джаггера то есть сам Соло без никакой помощи спокойно слил джаггернаута таким вот интересным устройством супер, супер, мне пока что все очень сильно нравится все как и раньше, это устройство в очень и очень хорошей мете оно до сих пор показывает супер крутые результаты и вот это вот устройство у меня появится на основном аккаунте, да, то есть на этом аккаунте оно есть, было на основе появится, но вообще прекрасно То есть у меня на Скорпион будет еще одно легендарное и интересное сильное устройство на аккаунте. Я считаю, что это очень и очень крутой, крутая возможность получить сильное устройство, да, при том, что там, ну, ничего такого сверхъестественного делать ради этого устройства не надо. Да, то есть там сколько? 15 вроде как очков надо получить, чтобы это устройство забрать. То есть это, грубо говоря, на заданках, на обычных уже можно такое устройство себе на аккаунте получить. Ну и плюс, вы видите, да, то есть я, например, даю сводку, потом даю сразу добавляющий выстрел. То есть 3200 плюс 2000 сверху накидки, то есть у вас, грубо там, за 2 секунды 5000 урона вы можете наносить с этого устройства, что является очень и очень хорошим результатиком. Не знаю, как я в минус упал, это вообще необъяснимо, но факт. Просто на подъеме, поднимаясь наверх, упасть в минус, это, конечно, дорогого стоит. Так, счет у нас 4-2, мы пока что до сих пор проигрываем, но я думаю, что мы можем комбэкнуть эту катку. Нужно постараться сыграть еще более агрессивно под вражеского джаггера, при том, что у нас есть тиммейт. Блин, ну как же он, глупо, конечно, овердрайв прожимал, это ужас. То есть он мог сразу ужаться, он, наверное, хотел сначала не реализовывать оверку, чтобы подсейвить этот овердрайв, потом, когда уже прожимал, уже было поздно. Джаггер здесь у нас открывается, пробуем наносить еще добавочный урон, да, ну и сливаем. 2-300 еще на добавочку и джаггер уходит у нас на респ. Ждем следующего джаггера, постараемся следующего джаггернаута зареспить, главное, чтобы это не стал вот тот игрок на Крусейдере. Тут на Крусейдере игрок немножечко противненький, но походу именно ему этого джаггернаута и насыпят, да? Нет, не ему насыпали, это хорошо. Так, есть возможность, ну, такой себе овердрайв, если честно, дать. Хотел я четверочку дать по именно джаггернауту, но он нанес только 1000, плюс добавка сверху. Джаггернаута уже, по идее, должна быть меньше половины хп, ну и попробуем слить еще и этого джаггера. По идее, может получиться. Тычки быстренько у вас пикореспи, джаггер открывается лив. Ну, пытаются закрыто сыграть, но здесь сводка есть. Открываем его и сводочкой добиваем еще одного джаггернаута. Ну, шикарно, просто шикарно. Пока что все работает как часики. Пока что в этом плане все великолепно. Любой танк без резиста против этого устройства очень сильно страдает. Да, то есть если будет рез, ну, против реза будет потяжелее. По безрезу, ну, прям очень легко, очень четко и очень жестко можно наносить большое количество урончика. Так, ну я и договорился и сразу у нас следующий джаггернаут уже с резистом от скорпиона. Ну, будем пробовать, будем пробовать наносить, посмотрим, что у нас из этого получится. Здесь купол есть, под купол играем. Добавляем еще сводку сверху. Еще 1800. Если нету броненосца, то, в принципе, нормальный урон даже и так обычными тычками залетает по резистам. 55-5 счет, 540 очков у меня за чуть больше половину боя. Я считаю, что это очень хороший результат для такого устройства и для такой карты, да. То есть учитывая тот факт, что я играю чисто в джаггера по большей части, то это результат очень и очень неплохой. Так, пробуем добавлять еще сверху. 2300 на добавочку залетает. Ну и джаггернауты, если честно, начали прям жестко лопаться. Пока что работает все великолепно. Еще 2300 сверху на добавку. Респ шикарный, чтобы слить еще одного джаггера. Ну и, скорее всего, сейчас мы... А, ну, даже так. Даже так он улетает на респ. Так, здесь мы даем просто тычку. Сводку не вижу смысла давать. Здесь сводку можно открыть по какому-нибудь противнику вот на ширине, например, по Хантеру. Неплохая сводочка залетает на 3000 урона. Так, и попробуем слить сейчас, например, следующего джаггера, который уже должен, по идее, респиться. Посмотрим, где джаггернаут. У меня уже и овердрайв есть. А, джаггер уже отреспился, оказывается. Что-то немножко провтыкал. Джаггернаута здесь уже в зажимчик дают. И даем ему сверху добавочную оудишку. Не жалею я овердрайв от слова совсем в таких ситуациях. Лучше прожать оверку и 100% слить джаггера, чем не прожать овердрайв и джаггернаута не забрать. Ну и вот, дополнительная сводочка. Дополнительный урончик. Джаггер, в принципе, уже здесь с этой позиции ничего сделать мне не сможет. Я могу просто раскрутиться. Он меня вообще игнорит почему-то. Почему меня игнорит джаггернаут? Не знаю. Но мы его сливаем. 24 кила на джаггернаутах. 750 очков. Еще 4 минуты до конца боя у нас остается. Есть возможность вообще здесь сделать 1000-1200, может быть, даже. Для песочницы это шикарнейший результат по очкам. Ну и по накидочке вы сами видите, да, насколько эффективно работает это устройство. Насколько большое количество урона я могу наносить. То есть, 200 плюс 3200. То есть, больше 5000 урона может залетать за 2 секунды. То есть, вот вы даете тычку, даете сводку. 2 секунды, больше 5000 урона просто в джаггернауте сразу он вынимает. Это очень жестко. Больше 5000 урона. Это очень круто. Ну и плюс это работает на постоянной основе. То есть, вы на постоянной основе даете сводку, добавляете тычку. Даете сводку, добавляете тычку. Потом у вас перезарядка Вы опять даете сводку Опять добавляете тычку То есть, ну, все максимально элементарно И работает максимально эффективно Плюс даже на маленькой средней дистанции Это работает И это очень круто Ну вот именно в комбинации с Крусейдером мне нравится это больше всего Комбина, да, например На каком-нибудь Викинге Ну, я бы не сказал, что это Менее эффективно будет, но это Менее комфортно будет, менее комфортно То есть передвигаться с ховертанком На страй, на скорпионе Очень удобно, именно мне Да, то есть я максимально приятный И комфортно себя чувствую тогда на этой комбине Ну и могу очень большое количество урона Сразу на добавочку Реализовывать 11 на 5, вот так вот мы камбэкаем вкусно карту Счет был, напомню, что 4-2 4-2 мы начинали этот камбэк и уже счет 11-5, по сути только Одного джаггернаута нашего слили за весь этот период времени Ну и здесь больше еще везет то, что у нас джаггеры без резиста Есть возможность быстро их разбирать Тысяча очков уже есть, еще 2 минуты до конца Есть возможность, возможно, даже сделать здесь досрочку в рамках этого боя 29 киллов у меня Шикарный результат Шикарный, просто шикарный результат И я до сих пор вижу Огромный потенциал в этом устройстве И не забывайте тот факт, что я играю на гиперионе То есть если вы возьмете сверху бустера Либо кризиса, да, с дополнительным уроном Это устройство может вам выдать еще больше урона Да, то есть Ну только единственное Только если вы будете долго жить То у вас будет кулдаун расходки Да, с гиперионом у вас кулдаун расходки не будет Вы можете долго жить Аптечки дополнительные, да То есть, ну, все как в лучших традициях Очень вкусненькой нагибаловы Вы можете реализовывать с гиперионом С этой комбиной Одна минута до конца 13-5 Шикарнейший счет Овердрайв на центре Забирает наш тиммейт Попробуем сразу забрать Следующего джаггера Не вижу пока что, где он А, джаггернаут у нас вот Здесь открывается Я даже не успеваю сводку дать Он уже летит на респ 40 секунд до конца Еще один овердрайв у меня уже появляется Попробуем сейчас реализовать еще одну оверку Попробуем дать еще плотненького Вкусненького контентика Так, джаггер открывается Сводка шикарная Добавочка выстрела сверху 5000 урона он уже вынимает И я даже не успеваю дать сосулю И этот джаггернаут уже летит на свой респан 1145 очков Закатку 30 киллов Ну и сами там можете посчитать Сколько джаггеров я еще и дополнительно слил Супер устройство Всем советую его получать с этого ивента Ну и дальше уже нагибать И показывать супер жесткий развальчик контентика Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства Обязательно поддержите данное видео Родик лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Ну а у меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Пока